Наждачной бумагой мы рисуем, никакой детализации абсолютно, только работаем по свету. И вот так вот постепенно будем мы прорабатывать всю поверхность в одной силе вот этой тональности, выдерживать ее, чтобы ничто у нас не вылазило, все сидело на своем месте. Надо прищурить глаза и посмотреть на свет, на лицо. Мы увидим, вот смотрите, видите треугольник, когда так вы зрительно для себя конфигурацию определили, вам уже намного проще работать, потому что глазу легче видеть, вот скажем, какую-то фигуру, чем человеческое лицо. На этой этапе лучше вообще смотреть абстрактно, вот именно так вот, пятном. Начинаем работать со светлого места. Надо вот посмотреть, вот у нас здесь черно-белая репродукция, с которой мы переводились. Вот здесь сейчас, когда работаем наждачной бумагой, она будет очень кстати. Надо прищурить глаза и посмотреть на свет, вот на лицо, да. Мы увидим, вот смотрите, видите треугольник. Вот он, вот он, хорошо его видно, да. А если мы посмотрим на нижнюю часть, мы увидим тоже вот треугольник. Вот это мы сейчас и постараемся сделать у себя здесь. Надо увидеть вот эту вот конфигурацию света. И стараться как можно точнее, тем более рисунок у нас уже здесь есть, как можно точнее ее наложить на нашу доску, воспроизвести. Вот так намечаем. Самые светлые места сейчас проходим, да. И рисуночек у нас остается. Мы сейчас, мы рисуем наждачной бумагой, мы рисуем постепенно, выбирая свет на лице. Треугольник. Здесь вот он, треугольник. И вот этот вот тоже, видите, полутон. Еще раз показываю, вот. Вот так вот надо его тоже здесь закладывать. Когда так вы зрительно для себя конфигурацию определили, вам уже намного проще работать. Потому что глазу легче видеть, вот скажем, какую-то фигуру, да, чем человеческое лицо. Вот на этой этапе лучше вообще смотреть абстрактно, вот именно так вот, пятном. И вот так вот постепенно будем мы прорабатывать всю поверхность в одной силе вот этой тональности, выдерживать ее, чтобы ничто у нас не вылазило, все сидело на своем месте, ничто не проваливалось. Тогда глазу будет легко, и мы будем видеть все наши недостатки. А когда у нас здесь будет вываливаться, вылазить наружу, там проваливаться, глаз ничего не увидит, там невозможно будет работать. Сейчас, видите, мы ничего не прорисовываем, никакой детализации абсолютно, только работаем по свету. И потихонечку-то подходим к полутонам. В портрете очень важны руки. Так что рукам всегда надо будет уделять очень много внимания. Вы уже сейчас вот смотрите, обращайте внимание, какая там пластика руки, как она идет, вот как свет лежит, вот он, свет, как он ложится. Да, какие были мастера. Ни одной случайной складки. Не забываем об этих пятнах, что я вам показывал, вот эти вот треугольники, видите, они же есть, и по ним легче работать. Знаешь, как закладывать свет. Посмотрели внимательно, прищурили глаза, увидели, смело работаем. Глаза прищуриваем для того, чтобы у нас было общее видение, вот именно пятна. Детали все как-то притупляются, а пятно видим ясно, четко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!